Краснодарский подрядчик по отлову собак заявил, что группа зоозащитников мешает работать, и именно из-за них срывается план по отлову, и бездомные псы пугают горожан. При этом сами зоозащитники также отвечают критикой подрядчика. Владимир Жаринов разбирался в сложных взаимоотношениях вокруг муниципального контракта. Один из главных аргументов общественников заключается в том, что подрядчик работает, не соблюдая условия контракта. Вылавливают только щенков, а агрессивных собак оставляют на улице. Выезжают ночью, берут ружье, дротики, заряжают их ядом и попросту собак на местах обитания уничтожают. Потом их свозят, фотографируют, пишут заключение, что они были больны либо агрессивны, уже впоследствии этого. И отчитываются, получают деньги. Однако наша съемочная группа убедилась в обратном. Мы побывали на отлове собак в Николаевке. Там переселенцы оставили питомцев на произвол судьбы. Животные создавали угрозу для окружающих и агрессивных собак выловили. После мы наведались в Красноярский пункт передержки. Сотрудники пояснили, щенков действительно собирают, не оставлять же их на улице, будут пристраивать. И добавили, общественники приходят с проверками по 12 человек, не дают нормально работать. А недавно даже заблокировали рабочую машину. И все это в первую неделю работы подрядчика. В конце концов мы были вынуждены вызвать полицию. И до полчетвертого утра, это вся процедура, как говорится, ни люди не отдохнули, ни работу не провели. Сорвали отлов, который был назначен на вечер. Мы вынуждены нанять адвоката. Подрядчик благотворительный фонд «Белка и Стрелка» работает с 2013 года. За это время выполнил 63 контракта по всему краю, в том числе и в северных территориях. Но именно в Красноярске возникли проблемы. Претензии зоозащитников почти те же, что предъявляли и прежнему подрядчику. Контракт с которым, к слову, разорвали отчасти под напором активистов. Как будет работать новый подрядчик, покажет время. Владимир Жаринов, Андрей Магомедов, Александр Усатенко, Вести, Красноярск.